Добро пожаловать в мой новый влог! Сегодня у нас с вами получился очень душевный влог. Сначала мы поедем к моей маме, посмотрим, как устроились родители, дальше встретим рассвет над Атлантическим океаном и приедем в Синтру. Я вам покажу Кинто де Регалеера, капелька культурной программы в самом конце влога. Поехали! Ух! Ну что, отправляемся к мамулику. Булочка. Ну что, поехали? Поехали! А вот идет мой мамульик. Привет! С Булочкой поздороваться – это первое дело. Потом уже со мной здороваться. Да, сначала с Булочкой. Заходим. Суета. Здравствуйте. Ну, показывай. С чего начнем? Это моя любимая кухня, но достаточно просторная. Помидоры нашла. Она завесила килограмм. Вот этот помидор, да. Вкусноты необыкновенной. И показываю свой огород. Рукола. Базилик. Лук. Зеленый. А вот это мой телевизор. Потому что, видишь, облака, которые движутся с невероятной скоростью. У нас они так не движутся быстро. Так, дальше. Показываем выход из кухни в гостиную. О, как вы красивенько здесь все. Да. Значит, это мы с тобой, помнишь, гуляли, упала ветка в Кашкайше. А, да-да-да. Денежное дерево. У тебя же есть фотография с этой веткой. Веточкой. Вот я ее, как бы, пытаюсь вырастить. Денежное деревье. Это, да, это у нас сейчас... Красиво. Красиво, да? Красиво сделали, да. И это гостиная. Ну, это Икея вся. Булочка уже готова. Надо кушать. А давайте кушать. Пошли дальше. Это мы идем, мы как бы вернулись в прихожую, откуда мы зашли. Занузел не будем показывать. Да, ну, кусочек. Так, это наша спальня. Это наш знаменитый шкаф, который, наконец-то, нам сделали. Занузелитый, потому что вы чумили 28 тысяч раз. Там двери то закрываются, то не закрываются. Они теперь открываются, но не закрываются. Вчера вечером, когда этот шкаф и все сделал, сказал, я сейчас поеду за магнитом, и магнит будет притягивать. Но нету ни его, ни магнита. Ну, это такое, встаем и видим себя сразу. Привет, привет. У меня такая очень сложная конструкция. Не успела все удобно сделать. Вот, а это два рабочих кабинета. Здесь мама работает. И вот здесь разворачиваемся, здесь папа работает. Наверное, это был балкон, да, да. Вот, теперь мы идем. Ну, здесь вторая комната как бы. Она пока что сырая. Ну, да. Здесь тоже стеной шкаф. Ну, в общем-то, и все. Ну, неплохо, неплохо. Очень светлым. Завтраком будешь? А? Завтраком? С помидором. Ты показала помидор, да? Да, хочу помидор. Есть, мэм. Давай. Присаживайтесь. Район очень хороший. Он называется почему-то Эгос Эштерил. Это какая-то часть Эштерила. Там есть Монте. Монте. Еще какой-то. Еще какой-то третий, я даже не знаю. Я тоже не знаю. То есть, в принципе, Эштерил – это город. Но он почему-то поделен еще на три зоны как бы. И что здесь, знаешь, поражает, что здесь нету района, где есть элитные дома. И бедные как бы, да? Они так перемешивают население. Нам объясняли, да, маклеры, что здесь специальная такая программа. Да, да, да. Что нету сугубо элитного района или сугубо неэлитного района. Да, да, да. Они стараются строить так, чтобы был, допустим, один дорогой дом-кандеминиум с бассейном. Да, да, да. А напротив него может быть социальное жилье. Абсолютно. И вот когда мы ездим здесь иногда, вроде в наш район, вдруг мы видим какие-то невероятные красивые дома. А это квартира, которую мы очень долго не могли снять, потому что это был конец августа, начало сентября. А, объясню, нам просто повезло. Мы как только приехали в Португалию, получилось и родителям найти бесплатное жилье на первое время, и нам. Поэтому первых два месяца, ну, лично мы где-то первых два месяца жили. А мы больше месяца четыре, наверное. А вы вообще меньше месяца четыре, может быть, даже и пять. Семья португальцев абсолютно как бы от чистой души освободила свою квартиру для того, чтобы родители... Оставили все, вплоть до фотографий, посуды. Это было, конечно, ощущение такое. Знаете, все время, первые дни я даже боялась строго. Тебе там взяла какой-то необходимый минимум. Как будто что-то забираю. Ну, а потом... Ну, где-то месяц вы искали эту квартиру, да? Да, если не больше. Да. Ну, вообще... Уже были в отчаянии, да. Искать месяц. И ты тоже подключилась. Мы вместе искали. Действительно, рядом с Леночкой были. Все время ездили на показы. Все время что-то было не то. Или квартира не в том районе, или она в очень плохом состоянии. Или маленькая очень. Или просто отказывают, потому что здесь это тоже нормально. Хозяин выбирает, кому он хочет сдать квартиру. Причем непонятно. Даешь вроде... Маклер тебе говорит вот так, 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 да? Да, делайте так, так, так. А потом вам отказывают. Почему? Потому что, ну, я рассказывала, здесь спрос выше предложения. И на каждую квартиру могут претендовать несколько семей. И если указано, допустим, в брошюре, там, цена, грубо говоря, 1000 евро, происходит аукцион. И может кто-то сказать, а я готов 1100 евро. Вы даже об этом не знаете. Но это закрыто. Это не аукцион, который лошадь. Ты показываешь, я 1200 дам, или 1100. Да. То есть вы говорите, окей, я согласен, 1000. Ты хочешь снять квартиру? А потом кто-то, вы даже не знаете кто, говорит, а я готов 1100. И все, и вам отказывают. Поэтому, да, если квартира однозначно нравится, если вот 100%, что вы хотите ее взять, то, конечно, нужно понимать, что или по цене сделать лучше предложение, или по условиям, допустим, сказать, а я готов на полгода вперед заплатить. Или у меня есть финансовый гарант. В общем, да, вот такие тонкости. Я пью компот из айвы с цукатами из имбиря. Ага. И просто добавлены немножечко... Капелька меда. Капелька меда. Ага. И что? Это рукодельная? Ну, обижаешь. Ну и как? Шикарно. Шикарно. Вообще отлично. Вот. А ты пьешь кофе? Какой кофе в день? Третий? Четвертый. Четвертый. Чтобы вы понимали, я, если выпью больше, чем два кофе... То? Да я вечером не засну. Нет, я вечером засыпаю, но еще просыпаюсь. А я не понимаю, что лучше. Так что да. Вот. А эту квартиру Маклер нам показала, когда хозяева только купили и начали делать ремонт. И мы пришли, помнишь, тебе рассказывала, в стадии ремонта. Они нам по срокам не успевали сделать. А вам уже надо было освобождать следующую квартиру. Они быстренько что-то сделали быстрее. Я даже помню, мама мне звонит и говорит, вроде бы нашли квартиру, но я не верю, что она через три недели будет готова, поэтому ищем другую квартиру. Они явно там преувеличивают свои способности. Но в итоге они действительно где-то за три-четыре недели сделали ее. Скажем так, они потом доделают, до сих пор доделывают. Вообще это двухбедрумная. На втором этаже, ну, второй этаж, это третий. Это наш третий, да. С потрясающим видом на океан. Ну, океан там фантазия. Ну ладно, и самое классное, ну вот как мне кажется, то, что она двухсторонняя. То есть здесь есть и закат, и рассвет. Да, это правда. Получается, спальня и рабочая зона у вас на рассвет, да? Да, да, да. А вот где мы сейчас сидим, это гостиная и кухня на закат. На закат. И здесь каждый вечер, вот мы когда ужинаем, я никогда не думала, что закаты могут быть интересны. Я теперь понимаю, будучи в Индии, когда люди приходили, смотрели на закаты. Как на мероприятия говорили. Как на мероприятия. И это такое ощущение, что, знаешь, как итог дня. Там масса всего происходит, какое-то движение. Иногда бывает очень спокойно, если день был спокойный. А иногда эти облака бегут, но здесь скорость видна, океан все-таки, да, как-то открытое такое пространство. Ну, здесь вообще ветра намного красивее, чем в Одессе или вообще в целом, да, чем внутри. Наши облака, если стало, да, так оно стоит. Да, да, да. А здесь бегом-бегом. Из Атлантики. Ну, в общем, мы довольны. Хорошо здесь. И пойдем к океану? Конечно. Есть еще. А, у нас, да, мы нашли. Буквально где-то полчаса времени. Три минуты на машине. Мы приезжаем на такую прогулочную, очень длинную набережную. Где есть закрытый бассейн океанский. Причем один раз был отлив метра два по высоте. И мы увидели ступеньки, пляж, да, там мы просто видели, как бы... Здесь очень сильные отливы-приливы, поэтому... Ну, двухметровые общины. Очень сильные, да. То есть океан, вот он, ну, на сколько, наверное, на километр, да, туда-сюда ходит. А по высоте два метра? Ну, да. Вот это вот просто меня поразило. Да, да, да. Когда мы четко знали, что под ступеньки идет вода, и потом мы пришли в какой-то день, когда был отлив, и мы видели еще пляж после этих ступеней. Да, еще песочный пляж, да. И тогда мы как-то, ну, соизмерили и подумали, что это метра два. Вот такой вот огромный отлив. И что еще интересно, несколько дней назад мы ехали просто по кардинале, и были волны. Это трасса в доле океана. В доле океана. И там серфинисты. И в основном мы вот тоже с тобой сидели и смотрели, вот на какую волну они входят, да, какая у них мотивация. А это были удивительные волны. Я когда посмотрела на океан, их как муравьей было. Почему? Оказывается, была одна длиннющая волна, и потом очень долго вообще не было волны. Я такого не видела. И следующая волна была опять длинная. То есть они буквально на каждой волне могли делать свои вот такие вот пироги. Свои вот эти вот... Ну, все серфинисты, это просто такие дюймовочки, да. Худенькие ты имеешь в виду, да? Худенькие, маленькие, да, мне казалось. Интересно, это результат или причина? Вот, я думаю, я все время на них смотрю. Может быть, стать и не стать диет, мимикрии. Так что вот так. Сейчас я вам еще должна рассказать смешную историю. Мама у меня самая моя прилежная подписчица. После моего видео о мастхэвах она купила себе кроссовки. Причем даже не советовалась со мной, просто высылала мне потом через пару дней отчет о проделанной работе. В общем, значит, мама у меня модная, соответствует всем современным трендам моды. Адидас, это что, газель, да. Адидас, газель купила себе. И вторая хорошая новость. Па-бам! В очередной посылке из Одессы мы выслали ту самую корзинку. Наверное, вы помните, те, кто со мной на YouTube-канале уже лет пять, наверное, вы наверняка вспоминаете эту корзинку. Я вообще не помню, откуда она у меня. Я просто точно помню, что нашла рукодельницу в Instagram и заказала у нее эту корзинку. Я очень хочу ее носить именно сейчас, в демисезон, потому что с летними образами плетеная сумочка, ну, это как бы понятно, да. А мне интересно поэкспериментировать дальше, немного вот в таком стиле. О, боже мой, я забыла. Кто носил корзинки с шубами? Французская актриса Биркин. Конечно же, Биркин. Сумка же в честь нее названа. Джейн Биркин. И у нее было очень много образов, где она вот прям с шубой носила плетеные летние корзинки. В общем, ждите скоро обновлений. Буду показывать демисезонные образы с моей корзинкой. Все, теперь мы точно идем к океану, да? Идем. Мама, кстати, у меня такой водила-водила. Мама привезла нас сюда из Одессы. Пять тысяч километров. Сколько из Одессы? Пять пятьсот. И она все это время была за рулем. Шесть дней, шесть ночей. Мы честно предлагали сменить. Причем все водители. Было много водителей, но мама все это время на трассе пробыла за рулем. У меня базали были, как у дальнобойщика. Помнишь, я показывала? Я так крепко держала штурвал. Это правда, да. Но правда, потом это стоило дорогого, потому что потом, когда мы приехали, мама заболела сильно. То есть, видимо, был такой стресс, что она долго-долго держалась-держалась. Но когда мы приехали, и уже вроде бы как могли расслабиться, мама начала сильно болеть, рассыпаться здоровьем. Но сейчас не об этом. Да, мы едем к океану. Сегодня удачный день для серфингистов. Мы вообще с мамой решили, что для нас это отдельный вид спорта. Да, мы выбираем волны, на которые мы должны не всегда убрать. Просто приходим и смотрим на них. Вот на этой волне, нет. Да. То есть, мы не можем его видеть на такой волне, как мы его морем. Идемте, наблюдать. Так, на кого ставим? Видишь? Вот смотри, какая у него волна. Встань! И он у меня в кадре. Так, мы сейчас по традиции показываем свои аутфиты, рассказываем, что на нас надето. Итак, быстренько, быстренько, в сжатом формате. Массима Дути. Так, рубашка Массима Дути, отлично. Джинсы Кос-Кос. И я увидела кеды Помде Гарсон. Расскажи, где ты их купила? Девочка взрослая, самостоятельная. И без дочки. Доченьки, стиличка. Без взрослая мамочка. Позволила самостоятельный поступок. Очень классно, я их обожаю. Очень крутые. И очень удобные. И мне нравится, как ты шарфик оформила вот так вот. Очень изысканно, чтобы все красиво сочеталось. Это привет из Одессы. Шарфик приехал из Одессы, отлично. И украшения, которые я практически не снимаю. Кстати, украшения это украинский бренд ювелирный. Они как ритейл, то есть они продают итальянскую бижутерию. Обязательно оставлю на них ссылочку в инфобоксе. Помните мой изумрудное кольцо, да? Вот это тот же самый бренд. Мама практически всегда носит их украшения. Так, на мне надеты атласные брюки тотем. Недавняя покупка. Все ссылки, как всегда, в инфобоксе. Теплая базовая майка. Сверху болеро-кос. И теплый кашемировый свитер. Просто надела, чтобы спину не надувала. Хотя на самом деле сегодня очень жарко. Я вижу, что многие люди загорают. Купаются, да? Купаются, вот прям купаются, купаются. А, ну и, конечно, удобные кроссовки Nike. Потому что я знала, что мы пойдем гулять. Все ссылки оставлю в инфобоксе. Мамин образ тоже залинкую в инфобоксе. Я очень надеюсь, что вот этот маленький кусочек сегодняшнего дня вы провели со мной, с мамой. И вам было хорошо, так же, как и нам было. Мы вас отвлекли от новостей. Наполнили красотой. Да нет, мы наполнили новыми новостями. Новыми прекрасными новостями о шерферах и о погоде возле океана. Все, буду с вами прощаться на сегодняшний день. Встретимся в следующем дне. А мы поехали по домам работать. Бай-бай! Всем привет! Вот уже 7 лет мое утро начинается с того, что я просыпаюсь раньше всех. И мы отправляемся с Булкой гулять. Сегодня мы еще и отправляемся с вами в очень живописное место. Это пляж Гинча, один из самых известных пляжей всей Европы. Естественно, он находится на Атлантическом океане. Зависимо на тем, что там всегда очень много кайтеров и серферов. Я не уверена, что они сейчас будут, потому что все-таки сейчас как бы почти зима. 8 часов утра, но в любом случае рассвет над Атлантическим океаном. Это, конечно, незабываемая картинка. Надеюсь, сегодня там будет красиво. Идем гулять. Була, твое место на пассажирском сидении. Это сзади которого. Чуть не съела меня полна. Булка, пеки. В марте месяце, как только мы сюда приехали со всей моей семьей и пришли гулять на пляж Гинча, я помню первое, что мне настолько вот резануло внимание, это то, насколько океан отличается от моря. Особенно зимой он очень агрессивный, дикий, туда даже страшно подходить. И я подумала, насколько же португальцы в 14 веке были смелые и жаждущие впечатления открытий, что они построили лодочку из дерева, из деревянных досок. Ну, по сути, с точки зрения современных технологий, это именно так и выглядело. И сели и пошли туда за новыми впечатлениями, новыми открытиями, новой землей. Ох, были очень смелые ребята. Мне даже, честно говоря, страшно туда подходить. У Булки друг появился. Еще один друг. Я перебралась в тихую кафешку рядом с пляжем для того, чтобы с вами нормально поболтать. Я не надеюсь, нам прохожие не будут мешать, потому что нормальные блогеры встают в 6 утра, чтобы на рассвете все поснимать, чтобы были пустые улицы, пустой пляж. Я просыпаюсь тогда, когда просыпается мой организм, поэтому я надеюсь, что шум вокруг прохожих людей не будет вас сильно отвлекать. Я хотела с вами поговорить о своей дочке, потому что было очень много вопросов, как мы устроились, как дочка. Моей дочке 12 лет, и я, наверное, больше всего именно за нее переживала, потому что у нее хрупкий возраст, и, в принципе, она сама по себе такой очень непростой подросток, мягко говоря. Но нам повезло, потому что буквально через неделю, как мы сюда приехали, она встретила таких же детей украинцев. И у них образовалась своя маленькая такая тинейджерская комьюнити, они после школы вместе гуляют, вместе обсуждают у них там уже какие-то свои интересы, встречалки, гитара, акулеле, ну, в общем, все вот эти вот тинейджерские штучки. Со школой, конечно, не все так просто, потому что... Сейчас объясню с самого начала, потому что было очень много вопросов. Мы сюда приехали 3 марта, практически сразу, как только началась война. А нам правительство Португалии, естественно, выдало сразу вид на жительство, с этим не было никаких проблем. Вид на жительство включает в себя социальная страховка, медицинская страховка, разрешение на работу. На основании этих документов мы имеем право пойти в любую бесплатно, в любую государственную школу Португалии. В принципе, здесь в целом образование бесплатное. Но проблема в том, что все государственные школы на португальском языке. Естественно, моя дочка совершенно не понимает португальского языка. Весь прошлый год мы отучились в онлайн-школе, потому что как только в Одессе стало более-не менее тихо, наши школы возобновили онлайн-обучение. Спасибо ковиду, никогда не думала, что буду произносить эти слова вслух. Спасибо ковиду за то, что научила школы онлайн-образованию. Ну и шестой класс, вот до конца мая она училась в Одесской онлайн-школе. Но в сентябре мы поняли, что похоже, что мы здесь надолго. И поступили, отдали документы в государственную португальскую школу. С одной стороны, было очень приятно, потому что мы везде чувствуем поддержку. Даже когда мы пришли в школу, нам и директор школы, и учителя, которых мы встречали, и даже просто охранник на воротах, они все сразу, как только спрашивали, откуда мы, сразу слова поддержки, и не переживайте, мы позаботимся о ваших детях. Но, конечно, по факту оказалось не все так просто, потому что, опять же, обучение на португальском языке. Все равно, хочешь не хочешь, но требует какой-то успеваемости, требует экзамены, тесты, хорошо все сдавать. Украинским детям разрешают пользоваться гугл-переводчиками, когда они сдают тесты. Но мы с вами понимаем, что, конечно, ну вот представьте себе, да, вы пришли получить профессию, ну не знаю, какую-то, давайте возьмем простую профессию, шви, да, но вы пошли в школу обучаться, где все на совершенно неизвестном вам языке. Конечно, это сложно о том, чтобы действительно получить какие-то знания. Я думаю, что об этом даже и мечтать пока что не приходится, но я достаточно демократичная мама. Я дала такой себе четкий настрой, что за этот год мы не требуем от ребенка никакой суперуспеваемости, никаких знаний, потому что, конечно, это очень сложный год. И прежде всего для ребенка он будет для адаптации больше, нежели для получения каких-то знаний. В школу он находит с удовольствием. Есть, конечно, свои нюансы, потому что все равно школа требует, как я уже сказала, успеваемости, которую мы показать не можем. И с этим, конечно, огромные проблемы, но в любом случае я очень благодарна этой стране и благодарна Бортугалии за то, что она подарила всей моей семье, как вы знаете, здесь 8 человек, вся моя семья сюда приехала, подарила вот это ощущение безопасности, относительной стабильности. И самое главное, что я очень изменилась за последние 9 месяцев. И я понимаю, что когда вы смотрите вот эту картинку, где Елена Галант рассказывает о трендах, брендах и так далее, создается ощущение, что ничего не изменилось. Но поверьте мне, за этой картинкой стоит очень много тревоги. Не буду вдаваться в какие-то подробности, потому что я все-таки хочу, чтобы мой канал и мое блогерство в целом транслировало какую-то надежду, какие-то положительные, позитивные эмоции. Но просто чтобы вы знали, что, конечно, за всеми этими видео о трендах и брендах, конечно, очень много переживаний, очень много тревоги. Но каждый раз, как только мне хочется себя пожалеть, как только мне кажется, о боже мой, ну как все сложно, я сразу вспоминаю о том, что мне на самом деле безумно повезло. Я, наверное, один из миллиона случаев украинцев, у которых все вот так вот хорошо сложилось, и которые живут в безопасности, и которые могут все-таки хоть как-то наслаждаться красивой картинкой вокруг. И только мне хочется себя пожалеть из-за каких-то сложностей, с которыми мы, естественно, спотыкаемся тут. Вот я сразу думаю о том, что нет, мне очень повезло, я очень благодарна этой стране, и я хочу, чтобы вы все знали, что у вас тоже все будет хорошо. И по традиции покажу вам свой аутфит. Не знаю, насколько это релевантно сегодня, потому что, как вы понимаете, я просто одевалась для прогулки с собакой. Ну, чтобы не разрушать наши маленькие традиции, покажу вам свой сегодняшний аутфит. И, наверное, вот в этом вести вы еще думаете, а почему так по-разному люди одеты на улицах? Мы только что с вами были на пляже и видели детей, которые в футболках, в шортах и с голыми, с босыми ногами бегали по океану. Когда я вижу такую семью, я сразу знаю, что они откуда-то из Северной Европы, а, скорее всего, из Великобритании. Потому что именно их дети все время, когда, в то время, как я одета свитер один, свитер второй, сверху куртка и шарф, если я вижу пятилетнего ребенка, который бежит в шортиках, в маечке, с мокрыми ногами, еще и чаще всего с мокрыми волосами, потому что только что вылез из океана, я знаю, что это британские дети. Вот такая вот разница в теплопередаче, которая, естественно, что зависит от того, в какой стране вы родились и в каких условиях температурных выросли. Для меня сейчас, ну, скажем так, прохладненько. Итак, на мне надеты белые джинсы, карго джинсы. Они со мной уже несколько месяцев. Не помню, честно, какого бренда, откуда-то из масс-маркета точно. Дальше, чтобы утеплиться, я надела снизу шерстяной тонкий лонгслив КОС, который, вы знаете, я очень часто надеваю, очень люблю. Сверху я еще надела кашемировый джемпер H&M, тот самый, который я рекомендовала вам, и тот самый, который вы видели в видео «Один свитер, десять образов». Сверху леопардовая курточка. Она со мной, кстати, уже лет шесть, так точно. Я ее покупала в Стокгольме. Это End of the Stories. И что еще? Конечно же, теплый шарф, потому что я знала, что я поеду на пляж, и там всегда на несколько градусов температура ниже, чем в городе. И удобные кроссовки. Сразу предупреждаю, конечно, идея надеть белые длинные джинсы в пол на пляж, это абсолютно провальная идея, но у меня здесь в некотором смысле профдеформация. Я не всегда одеваюсь адекватно, утилитарно, функционально, так как надо было бы одеться. Ну, я это называю профдеформацией. Очки Saint Laurent. Они со мной уже много лет. Я их люблю за то, что они невесомые, и когда я их надеваю, у меня нет подсознательного желания их снять. Они очень комфортно ощущаются на лице. И недавно купила себе сумку-бананку Prenza Schooler, их более доступная версия Prenza Schooler White Label. Они недавно выпустили более доступную версию своего бренда. Очень мне много нравятся вещей этого бренда. Оставлю ссылку на эту сумку. Я искала что-то такое максимально удобное, что можно будет носить с собой, брать с собой на утреннюю прогулку с собакой или на прогулку с дочкой. Вот что-то такое мега суперфункциональное. И, конечно же, сумки-бананки – это идеальная альтернатива рюкзакам в этом смысле. Я, кстати, даже подумываю купить еще точно такую же белую, потому что, ну, очень уж она удобная. Кстати, точно такие же видела у Кос. Да, оставлю ссылки все в инфобоксе и продублирую еще такие же варианты таких же сумок у других брендов. Ну все, я пойду еще раз выпью кофе в кафе и буду отправляться домой. Кстати, сегодня выходной день, поэтому я позволила себе такое длинное расслабленное утро. Конечно, если это будний день, то я гуляю больше по ускоренной программе. Все. Я надеюсь, вам понравилось провести это субботнее утро вместе со мной. А мы с вами увидимся в следующем дне. Ох, куда мы с вами приехали! Со второго раза у меня, наконец-то, получилось приехать в Синтру. Кинто де Регалера – это самое мистическое, самое волшебное место Синтры. И сейчас вы поймете, о чем я говорю. Когда меня спрашивают, Лена, у меня есть всего лишь один день в Синтре. Что посмотреть? Здесь так много достопримечательностей. Я всегда отвечу. Первым делом едем в Кинто де Регалера. Вот знаете, что удивительно? Это здание было построено всего лишь каких-то сто лет назад. Это чистая имитация неоготики. Я когда впервые увидела, я подумала, что дата строительства этого замка, ну, где-то там XIV век, около того. Ничего подобного. Но самое главное здесь – это парковая зона. Здесь рай для ботаников. Вот знаете, если у вас есть свой сад, вы разбираетесь в названиях растений, вы знаете, чем вот это растение отличается от того растения. Это вообще Синтра в целом – это рай для таких ботаников, потому что здесь, как мне кажется, что растения просто со всего мира. Здесь очень благоприятные условия для них. И они все, вот знаете, все вот эти вот растения, которые лично для меня ассоциируются с бабушкиными домашними растениями в небольших горшочках, здесь вы увидите эти растения высотой в пятиэтажный дом, растущий просто как свободное дикое животное. Какое животное? Дерево. Идем смотреть. Но прежде всего, это не тот парк в классическом понимании нашего значения этого слова. Это многоярусная территория практически на 4 гектара, которая сечена тоненькими маленькими тропинками, и здесь все насыщено символическими, религиозными символами и знаками. Потому что последний владелец, Монтейру, кажется, его звали, он, говорят, что был масоном, соответственно. Ходят легенды, что здесь проводили масонские ритуалы, и когда он создавал эту парковую зону, он собрал со всего мира религиозные, мистические знаки, символы, растения, скульптуры. И если вы возьмете аудиогид и будете с умом гулять, то вы поймете, насколько здесь каждый сантиметр, каждый миллиметр имеет свой таинственный смысл. Представьте себе, что сегодня 26 ноября, через пару дней будет декабрь, и здесь плюс 16, хотя мы в горах находимся с вами, плюс 16, я в тонком свитере, и, конечно, погода располагает к тому, чтобы много гулять. Идем, я нашла грот, сейчас посмотрим, что там внутри. Я боюсь, боюсь. Ого, о чем мы сейчас говорили, так это о том, что нам очень повезло. Летом, когда мы здесь были, местный рассказал, что очередь была на два часа, чтобы войти вовнутрь, войти в этот колодец. Это самое главное спот, самое главное место Кинто де Регалера. Что здесь классно, это то, что это иллюстрация Данте, божественная комедия, ад, 9 ярусов, 15 ступенек на каждом ярусе. И это то, что обязательно нужно посетить, если вы сюда приедете. Идем смотреть. Здесь все так запутано, какие-то случайные ярусы, куда можно зайти. Детям здесь, конечно, раздоль. Мне нравится, что в англоговорящей литературе это называется интровертная башня. Вы только вдумайтесь, башня интровертная. То есть колодец – это интровертная башня. Но согласитесь, это гениально. Кстати, там чистилище, отправляемся именно туда. Итак, вот то самое чистилище. Здесь находится герб того самого Монтайро, последнего владельца Кинто де Регалера. И где-то здесь еще символ масонов, та самая звезда. И я, значит, запомните, там рай, там ад. Ну, я туда пошла. Вот он, вот он, я вижу. Свет в конце туннеля, идемте. Свет в конце туннеля и вода для очищения. Знаете, что я думаю сейчас? Вот если бы в жизни все было так просто. Мы сейчас отправимся с вами вовнутрь. Не хочу там много снимать, чтобы не мешать другим людям, но у меня есть потрясающие съемки с прошлого раза. Когда мы здесь были в прошлый раз, представляете, нам повезло. Местный житель играл на фортепиано, и это было потрясающе. Он играл, ну, я бы не сказала, что супер каким-то профессиональным образом. Как я потом узнала, это просто местный житель Синтры, который иногда приходит, и ему разрешают играть классическую музыку просто для того, чтобы иметь, скажем так, музыкальное оформление интерьера. И нам очень повезло в прошлый раз, поэтому сейчас по экрану пущу этот футач. Это терраса второго этажа того самого дворца Кинто-де-Регалейра. И нам с вами очень повезло. Вот все-таки рекомендую, если вдруг сюда приедете, выбирайте будние дни, потому что на выходных, на прошлых, мы сюда попытались приехать, и мы даже не нашли места, где припарковаться. Не то, чтобы попасть вовнутрь, а здесь, смотрите, какая красота. Почти никого нет. Класс. Я заговорилась и забыла по традиции рассказать вам о своем аутфите. На самом деле, наверное, вы когда сегодня меня увидели, подумали, о боже мой, Лена переборщила. Да, я знаю, я слегка переборщила, но знаете, что в последнее время меня очень тянет на такой вот экстравагантный стиль. Я думаю, что тем самым я как будто бы прячусь, как будто бы выдвигаю щиты. Я вообще считаю, что стиль – это отличный инструмент для регулирования того, как вы общаетесь со своим социумом, да, в большом и в малом смысле этого слова. И чем ярче стиль, чем он более экстравагантный, агрессивный, тем больше вы чувствуете себя в безопасности, потому что люди будут обсуждать вашу одежду, а не вашу личность. Согласитесь, это классный трюк. Так вот, на мне надеты те самые леопардовые брюки и манго. Я вам рассказывала о них. Кстати, оставлю где-то здесь ссылочку на видео, где они мелькали. Дальше. Шерстяной свитер-кос. Очень удобный, мягкий, кстати. Вот те, кто не пропускает мои видео, они купили классный крутой шерстяной свитер. Всего лишь за 40 евро или около того были большие скидки у коз. Найду вам обязательно что-то похожее. И сумочка, которая стала моей любимой. Это сумка-бананка просто потому, что здесь немного изменился образ жизни, меньше гламура, больше практичности. И, конечно, вот такая сумка незаменима. Оставлю ссылку конкретно на эту сумку. И на, видела еще точно такую же, дешевле. Ну и, конечно, кроссовки, потому что мы приехали гулять. Очки, кстати, да, чуть не забыла, где-то у меня были очки. Мася Мадудь, тоже оставлю ссылку. Да, кстати, что вы думаете по поводу внешнего вида, стиля, под которым можно скрываться, который работает как активные щиты для защиты вашей личности? Мне кажется, что очень многие люди пользуются этим трюком. Все, я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что этот день вы провели со мной, и вам было хорошо. Встретимся в моих следующих влогах. Обожаю, целую. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...